Мои витания в датчике аудитории, мы называем Юлия Лутвиненко, я витаю Вячеславский, вы витаю нашего гостя Игоря Яковенко, журналист, граммадский деятель, оппозитивный граммадский деятель, нам его буду на звезду. Игорь Александрович, добрый день, слава Украине! Здравствуйте, Юлия, героям славы, рад вас видеть. Взаимно. Мы пока готовились с вами к этому разговору, Зеленский провел ставку и говорил о защите энергетики, о защите критической инфраструктуры. И в последнее время Зеленский достаточно часто готовит страну к войне, к особо обостренным боям. Понятное дело, что Путин нервничает, у Путина времени мало. Госсекретарь Соединенных Штатов, пребывая в Киеве, обещал нам помощь. И понятно, что эта помощь будет и не только финансовая, но и военная. Как вы полагаете, какой теперь будет стратегия Путина? Потому что он взял курс на войну в долгую, просто на абсолютное истребление Украины. Он наблюдает как садист, медленно, медленно, как садист, который рубит хвост кошки. Не сразу, а значит частями. Есть перспективы вообще у этой изощренной таптики? Ну, понимаете, это столь общий вопрос, он предполагает столь же общий ответ. Перспектива с чьей стороны? Со стороны Путина, да, он видит эту перспективу в том, чтобы, обладая значительно большим ресурсом, а этот ресурс значительно больше, чем у Украины по-прежнему, потому что и население, и территория, и война идет на территории Украины. И поэтому понятно, что экономика Украины страдает намного больше, чем экономика России, несмотря на то, что Россия под санкциями. Тем не менее, война-то все-таки идет на территории Украины, поэтому экономика Украины, конечно же, страдает гораздо больше. Ну и кроме всего прочего, идет, делается ставка на геноцид украинского народа. Откровенная ставка, такая последовательная. Идет подстрекательство к геноциду по российскому телевизору. И сам геноцид тоже осуществляется, когда каждый день наносятся удары по мирным городам Украины и убивают мирных граждан. И то, что там комиссия Организации Объединенных Наций, глава этой комиссии, пока не видит геноцида, это некоторые проблемы его зрения. А так этот геноцид идет, и это основная, собственно говоря, тактика Путина. А стратегия заключается в затягивании войны, в надежде на то, что в 2024 году состоятся выборы Соединенных Штатов Америки, и что-то может измениться. Ну и вообще надежда на то, что Запад устанет от этой войны и, в общем-то, замедлит, уменьшит поставку вооружения. Вот, собственно говоря, надежда на это. А с другой стороны, надежда на то, что у Путина, я имею в виду, надежда на то, что вот в ближайшее время он там встретится с лидером Северной Кореи, с лидером Китая, и вот эти вот два восточных диктатора, они помогут, ну, Китай, скорее всего, не напрямую, а через ту же самую Северную Корею будет помогать России боеприпасами и вооружением. Ну, вот на это расчет. То есть, ну и в целом расчет на то, что вот мировое общественное мнение, оно далеко не так консолидировано, как, скажем, мнение Европы, Соединенных Штатов Америки, об этом свидетельствует декларация, которая была подписана по итогам саммита 20-ки, где говорилось о том, что, в общем, по поводу Украины были большие дискуссии, высказывались разные точки зрения. То есть, вот надежда на то, что Запад устанет, выборы в Соединенных Штатах Америки принесут какие-то дивиденды России, ну, а, так сказать, затянувшаяся война, она истощит ресурсы Украины в большей степени, чем ресурсы России. Вот на это в основном делается ставка. Страны Востока могут влиять на Путина и требовать совершения войны ввиду того, что это не влечет собой угроза, несет угрозу голода, тяжелая экономическая ситуация. Вот роль Эрдогана, возможности возвращения Путина в зерновую сделку. Как вы оцениваете их встречу? Потому что никаких особых результатов нам озвучено не было. Но означает ли это, что их не было вообще, не было никаких договоренностей? Может, мы чего-то не знаем, как вам видится развязка зерновой сделки? Я думаю, что нет никакой зерновой сделки больше. Она уничтожена выходом Путина из нее. Визит Эрдогана. Я думаю, что, понимаете, можно, конечно, предполагать, что эти двое о чем-то договорились, вышли похихикивая, значит, скрестив пальчики за спиной, и всех обманули. На самом деле о чем-то договорились, а сказали, что нет. Ну, мне такая версия представляется, ну, очень маловероятной. То есть, вернее, невероятной совсем. Я думаю, что визит Эрдогана закончился полным, тотальным его провалом, потому что Путин заявил о том, что ни в какую зерновую сделку он возвращаться не будет. Это главный пункт разговоров Путина с Эрдоганом. Второе. Более-менее очевидно, что всякие усилия Эрдогана быть посредником мирных переговоров или там договора, или перемирия, значит, Украины и России тоже закончились неуспешно. Еще раз подчеркиваю, война. Эрдоган не в состоянии убедить Путина. У него нет аргументов для того, чтобы убедить Путина прекратить войну. Это тоже исключено. Здесь тоже фиаско. Ну и, наконец, последнее. Более-менее очевидно, что Эрдоган попытался продолжить свою деятельность в качестве переговорщика по вопросам обмена пленных. Ну и здесь тоже мы не видим никакого результата. Ну, по крайней мере, это единственное, что может быть. Какое-то... Там было какое-то поручение продолжить эти переговоры с какими-то исполнителями. Но, по крайней мере, об этом слов не было никаких. И я думаю, что после того, как Эрдоган вернул Украине захваченных в плен командиров Азова, и по этому поводу было огромное количество скандалов, истерик, обвинений Эрдогана в предательстве в российском телевизоре, я думаю, что и эту функцию свою в качестве посредника, переговорщика Эрдоган утратил. Поэтому я думаю, что результат этих переговоров равен нулю, и Эрдоган здесь потерпел довольно серьезное фиаско. Но я думаю, что фиаско потерпел и Путин, потому что Эрдоган был единственным лидером, главой государства, членом НАТО, членом НАТО, который имел возможность вообще разговаривать с Путиным вот таким образом. То есть это был единственный такой мостик между государственными членами НАТО и Путиным. Сейчас этот мостик, ну, по крайней мере, очень сильно ослаб, уменьшился и стал более ветхим, и шатким, и малопригодным для использования. Поэтому Путин становится все более и более недоговороспособным, все более и более, так сказать, изгоем, по крайней мере, по отношению вот к той части мира, которую представляет евроатлантическая цивилизация, ну, и ее союзники, даже такие, как Эрдоган. Так что это фиаско. А чем, как вы считаете, чреват выход из зерновой сделки Путина, это означает, что любые корабли, которые могут идти, Путин и будет их обстреливать, и он не будет гарантировать безопасность? И вот как вы считаете? Ну, вышел и вышел, да, ну и... Или он будет всячески саботировать проход кораблей? Я думаю, что такой возможности у него больше нет. Он на это рассчитывал. Он рассчитывал на то, что он сможет разрушить зерновую сделку своим, так сказать, выходом. Но на сегодняшний момент, с одной стороны, Украина уже своими вот этими, своим чудо-оружием, вот этими надводными дронами, показала, что, в принципе, у нее даже, у Украины, которая не имеет фактически военного Черноморского флота, есть возможность уничтожить российский Черноморский флот. Уже это продемонстрировано. Ну, а уж если говорить о том, что российский Черноморский флот далеко не самый сильный на Черном море, и, безусловно, даже по сравнению, я уж не говорю, там есть, все-таки, всегда присутствовало на Черном море и Соединенные Штаты Америки, но даже без них по водоизмещению, по мощи, огневой мощи кораблей, турецкий флот существенно превосходит российский. Поэтому я думаю, что вот сегодняшняя ситуация такая, что дай бог, чтобы российские танкеры, российские сухогрузы могли свободно проходить через проливы, и Турция не препятствовала бы прохождению этих кораблей. А украинские, я думаю, что совершенно свободно будут проходить по морю. Тут другой вопрос. Конечно, Россия будет уничтожать, по-прежнему пытаться уничтожить украинскую инфраструктуру портовую. Вот это другая история. Здесь, к сожалению, это будет продолжать. А уничтожение кораблей, особенно если они будут в сопровождении какой-то охраны, например, турецкой, я думаю, что такой опции просто не существует. Россия просто потеряет свой Черноморский флот в результате такой агрессии. Это уже, то есть попытка заявить о том, что Черное море является внутренним озером России, это было настолько смешно с самого начала, что это все было обречено на неудачу. То есть вы исключаете факт существования такого негласного договора между Турцией и Россией, что они будут все-таки поставлять зерно, продовольствие в обход Украины? Ну, что такое в обход Украины? Значит, там же есть не только Турция. Я думаю, что, вот я эту формулу не очень понимаю до конца. Что такое в обход Украины? Российское зерно может отправляться на какие-то рынки, например, через Катар, например, о чем были разговоры. То есть есть какие-то другие формы торговли. То есть была сделка, это серьезная, вот зерновая сделка, это было двойное соглашение ООН Турция-Украина и ООН Турция-Россия. И это была сделка вот такая вот симметричная, ну или асимметричная, неважно. Этой сделки больше нет, зернового соглашения больше нет. Россия заявила, что она сама может поставить какое-то количество зерна в страны, которые в этом нуждаются. Но это, как было подсчитано, в 30 раз меньше, чем то количество зерна по-то ножу, которое предполагалось поставить в рамках зерновой сделки. То есть Россия, конечно... А если Украина будет атаковать это российское зерно, кто будет гарантировать безопасность? Путин же все время хочет, чтобы кто-то подстраховал, вот кто будет этой страховкой? У меня нет уверенности, что у Украины есть какой-то интерес создавать здесь напряженность. Опять-таки, это не мой вопрос. Я думаю, что здесь лучше ответят специалисты. Но, по крайней мере, случаев, когда именно сухогрузы с зерном российские атаковались, я, по крайней мере, такого не знаю, военные корабли идут на дно, на встречу с крейсером «Москва». А вот так, чтобы сухогрузы с зерном, не уверен. Я не уверен в том, что Украине на сегодняшний момент выгодно представать перед миром страной, которая уничтожает продовольствие, идущее, так сказать, в какие-то третьи страны. В этом-то весь и ужас, потому что весь мир видит, как зерновые склады разрушаются, как вся инфраструктура портовая разрушается России, все наблюдают, и с этой людоедской властью при этом Эрдоган находит возможным еще встречаться. И тогда возникает вопрос, а вот при таких условиях, когда Путин атакует инфраструктуру, когда он привозит китайских блогеров в разрушенной российскими военными Мариуполь, когда китайская оперная певица поет русскую «Катюшу» в стенах этого полуразрушенного театра, где погибли сотни заживо погребенными были женщины и дети. На что рассчитывает Путин, который продолжает дезинализировать весь мир? И вот мы говорим о том, что этот геноцид никто не называет геноцидом. Я слышала аргумент из русского телевизора, почему они так говорят. Они говорят, что геноцид – это истребление украинцев, а, дескать, в окружении Путина есть этнические украинцы, ну и называют там Матвиенко, ну, в общем, такие фамилии. И поэтому, конечно, это странно. И тем сложнее будет выступать в Организации Объединенных Наций, куда отправляется президент Зеленский, он летит в Соединенные Штаты, как вы знаете, тем сложнее ему будет найти нужные аргументы для того, чтобы все-таки мир не устал, как модно сейчас говорить, от Украины, а наоборот, мобилизировался, понимая, что на кону безопасность Европы. Вот какие слова, как вам кажется, должен найти Зеленский на выступлении саммита ООН? Ну, вот я совершенно точно не собираюсь подыскивать слова. Я думаю, что Зеленский справится со своей работой без меня и найдет слова, которые максимально убедят, могут убедить мировую общественность в том, что нужно поддерживать Украину и нужно в конечном итоге уничтожить фашистский режим. Но тут есть одна проблема. Дело в том, что, понимаете, невозможно убедить людей словами, если они в принципе блокируют любые слова. И на сегодняшний момент такова позиция довольно большого количества стран. Вот этот вот глобальный юг, как в таких случаях говорят, или мне больше по душе термин глубинное человечество, потому что там речь не только о юге, но и, например, та же самая Россия, она не совсем на юге находится. Вот это глубинное человечество, то есть такое достаточно, скажем так, антицивилизационное, не способное, не глухое к аргументам разума. Вот это глубинное человечество, его убедить словами очень сложно. Я думаю, что в конечном итоге при всем... Я отдаю должное и украинской дипломатии, и огромной энергетике президента Зеленского. Но самым убедительным аргументом являются победы украинской армии. Я просто вот еще раз хочу обратиться к истории антигитлеровской коалиции. Сначала в ней было совсем немного стран. Когда Гитлер был силен, и когда исход войны не был ясен, то было совсем немного стран в антигитлеровской коалиции. А уже в 1944 году, особенно к 1945 году, когда исход войны стал ясен, практически все страны вошли в антигитлеровскую коалицию. Аргументы против фашизма оказались очень убедительными. Но это не были аргументы словесные. Это были аргументы успехов союзных сил. И вот так устроены не только человеческие отношения, но и мировая политика. Примыкают к тем, кто побеждает. Победа, грядущая победа, образ грядущей победы очень привлекательный. И к ней пытаются присоединиться. Можно, конечно, по этому поводу морализировать, что это не очень хорошо, но так мир устроен. И есть одна история. Дело в том, что как раз глубинное человечество устроено так, что оно готово примыкать к сильному. Это надо просто иметь в виду. По этому поводу можно плакать, можно смеяться. Но это нужно просто понимать, как говорил товарищ Спиноза. Да, есть даже такая шутка. За кого болеете, мы за победителя. Вы же знаете. Да, мы за победителя. Вот эта позиция, позиция, так сказать, вот этого глобального юга или глубинного человечества, она такая, понимаете. Ну вот есть по этому поводу разные социологические конструкции, спираль, молчание и так далее. То есть поддерживают победителя, примыкают к большинству. И если Украина демонстрирует свою победу, если Украина начинает, что называется, ломить, то она будет поддержана. Я приведу конкретный совершенно пример. Это пример той самой Грузии, о которой мы чуть больше говорили. Вся эта трагическая история 8 августа 2008 года, когда было вторжение России на территорию Грузии. И вот вы же обратите внимание, это же было грубейшее, абсолютно недопустимое с точки зрения мирового, с точки зрения международного права вторжение. Это было отторжение двух больших территорий от Грузии. И вы знаете, ничего. И мир, в общем-то, пожалуй, что и поддержал Россию в этой ситуации. Был абсолютно позорный доклад Терявини, было абсолютно позорное поведение Саркази, который, кстати, сейчас тоже проснулся и тоже что-то там сказал в пользу России против Украины. И ничего. И НАТО все промолчало, и Соединенные Штаты промолчали, и Европейский Союз промолчал. Потому что, так сказать, встали фактически, встали на сторону сильного. Ну, так вот это устроено. И я не знаю, может быть, меня обвинят в том, что я сейчас, так сказать, как-то делаю неоправданные гипотезы, но я абсолютно убежден, что если бы в первый месяц войны Украина не оказала бы, после 24 февраля 2022 года, Украина не оказала бы такого сопротивления, и Украина была бы, ну, представим такой фантастический сценарий, Украина была бы захвачена, я думаю, что никакого, ну да, выразили бы глубокую обеспокоенность, там все были бы озабочены очень сильно, высказали бы петиции какие-нибудь, там наложили бы какую-нибудь санкцию такую вот, очень серьезную, там запретили бы, я не знаю что, косметику российскую продавать. Вот, еще что-то ужасное сделали бы, столь же кошмарное, там ноту какую-нибудь объявили бы, в ООН какое-нибудь совещание бы собрали, вот, ну что-нибудь такое же эффективное. Ну и все, и на этом бы все закончилось, как с Грузией. С Грузией поступили именно так. И был бы какой-нибудь замечательный доклад, в котором бы говорилось о том, что, ну вот, Украина, вот она сама дура виновата, зачем в короткой юбке ходила через парк. То есть, это было бы, я абсолютно, я вот просто уверен, я знаю людей на Западе, которые бы так говорили, так считали. Вот, и только, только сопротивление Украины, только то, что Украина продемонстрировала, что она сама в состоянии, значит, сопротивляться, только это привело к консолидации вокруг нее всего евроатлантического мира, а сейчас постепенно и других частей мирового сообщества. Только это. Скажите, когда вы говорите о том, что вы верите все-таки во внутренние процессы по свержению путинского режима, мы видели, какие бюджеты и как вооружает Путин внутренние войска, национальную гвардию. Он готов к тому, чтобы утопить русских, которые все это время пребывали в эйфории или по какой-то причине не смогли уехать. Вот, а пить их в крови, он будет выступать против, будет давить эти митинги, он будет выступать против своих людей, вы думаете? А то, что они начнут выходить, да? Конечно. Никакой, абсолютно, нет, послушайте, никакой опции, что там какое-то восстание безоружных россиян, это, ну, люди, меня часто спрашивают, в том числе наши украинские коллеги говорят, а чего вот вы не выйдете, почему вы не свергнете Путина, ну, понятно просто, ну, а по той же самой причине, по которой антифашисты, которые были в Германии, не свергли Гитлера, по той же самой причине, по которой огромное количество людей, которые пострадали от сталинского режима, репрессии были, голодомор был в Украине, геноцид был украинского народа в 32-33 году, и не смогли, да, там были возмущения, были какие-то восстания локальные, но это было все бесполезно, потому что тоталитарные фашистские режимы изнутри не свергаются, это аксиома, случаев таких не бывает, только смерть диктатора, либо тяжелое военное поражение. Так вот, сейчас тяжелое военное поражение может стать катализатором не бунта, так сказать, внутри России, потому что оружия нет, вооруженных людей могут победить только другие вооруженные люди, это тоже аксиома. Здесь, возможно, два варианта уничтожения путинского режима. Это какие-то, опять-таки, после, например, дооккупации Крыма вполне возможно, что может произойти какой-то слом в сознании каких-то... Мы видим сейчас, что лояльность армии очень условна к Путину, очень условна. Мы видели, что армия не готова была подавить Пригожинский мятеж, поэтому настроения в армии очень разные, и вполне возможно, что вот марш справедливости Пригожина может повторить какое-то вооруженное соединение в том случае, если действительно российские вооруженные силы, российская оккупационная армия начнут терпеть поражение внутри, на фронте. Возможно такой вариант. Есть другой вариант. В общем-то, очень серьезное ухудшение ситуации в связи с грядущими поражениями, опять-таки, если и когда. Их пока нет, этих поражений серьезных. Но если они будут происходить, то я не исключаю, что вполне возможно, что какая-то часть российской верхушки захочет просто прекратить войну путем, ну, известных там, таких вот инструментов для голосования, как шарфик, табакерка. Вот это как раз те способы умного голосования, которые могут привести к успеху. И это тоже невозможно исключить, потому что на самом деле никакого тотального единства в силовиках нет. Есть разные люди, есть... Они все, безусловно, имперцы, они все, безусловно, в той лесной степени фашисты, но мы помним, что часть фашистской верхушки выступала с заговором против Гитлера. И вот на сегодняшний момент пока страх перед Путиным, он пересиливает. Но при какой-то ситуации страх перед грядущей расплатой может пересилить страх перед Путиным. И тогда возможны варианты, что кто-то там из коллегии ФСБ, какие-то генералы, или кто-то из коллегии МВД, тоже какие-то генералы, решат, ну, как бы, проблему вот таким вот способом. Там, я не уверен, что это будет шарфик или табакерка, но это могут быть какие-то другие инструменты вот такого вот умного голосования, которое изменит ситуацию в России. Да, ну, а последнее заявление, которое Путин делает, мне кажется, они этому способствуют, что касается там геноцида, это, при том, что народ Израиля учредил премию праведников мира. Наибольшее количество украинцев, спасающих еврейское население, были удостоены этой премии и кричать, что, значит, мы уничтожали евреев. Ну, вы это сами видели, это, конечно, где бы мы еще такой спектакль посмотрели, как не в русском телевизоре. В любом случае, спасибо огромное. Это, конечно, не очень оптимистичный прогноз, но мы не теряем надежды, потому что нам-то отступать некуда, мы на своей земле, так что победа точно будет за нами. Спасибо огромное за возможность услышать вашу точку зрения, за поддержку. И спасибо нашей зрительской аудитории за внимание и доверие к нашему каналу. Спасибо и до скорой встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok